Армения 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 и многочисленных деятелях культуры, ставших частью мировой культуры. Я пережил немало трагических событий, но самое трагичное из них – геноцид полутора миллионов армян в Османской империи. Турки жестоко убивали всех – женщин, детей, стариков, намереваясь навсегда стереть память об армянах из мировой истории. Но им это не удалось. Большая часть цивилизованного мира признала факт геноцида армян на государственном уровне, и мы глубоко благодарны этим народам и правительствам. Спасибо, Италия! Спасибо, Россия! Франция, Чехия, Португалия! Спасибо, Дания! Спасибо, Германия, Парагвай! Спасибо, Бельгия, Бразилия! Спасибо, Люксембург, Австрия, Чили! Спасибо, Ватикан, Боливия, Швеция, Аргентина, Литва! Спасибо, Венесуэла! Спасибо, Польша, Голландия, Словакия, Канада! Спасибо, Уругвай, Швейцария, Сирия, Ливан, Греция! Спасибо, Болгария, Ливия! Спасибо, Кипр! Спасибо, Словения! Геноцид армян признали также Конгресс и Сенат США, но президент Трамп отказался подписать документ, который после этого получил бы силу закона. Господин Трамп, не ставьте свои политические цели выше общечеловеческих ценностей. США не имеют права поступать так цинично. Господин Бениамин Нетаньяху. Еврейский народ на себе испытал всю трагедию Холокоста. Пришло время восстановить историческую справедливость, встать рядом с армянским народом и осудить это ужасное преступление против человечности. Господин Борис Джонсон, не отрицайте человеческую трагедию из-за политических и экономических выгод. Все страны должны признать и осудить геноцид армян с целью предотвращения подобных преступлений в будущем. Еще один интересный факт. В последние 30 лет на глазах у всего мира Турция и Азербайджан держат Армению в сухопутной и воздушной блокаде, продолжая свою армяно-ненавистническую политику. Это явление, не имеющее аналогов в современном мире. Христос учил прощать своих врагов. Я, как представитель народа, первым принявшего христианство, должен соблюдать эту заповедь. Но как простить того, кто не признает свою вину за совершенное тяжкое преступление? За свою многотысячелетнюю историю я видел много врагов, которые сошли с исторической сцены и потерялись в пыли веков. Но мы выстояли и живем, ибо знаем тайну вечной жизни. Мне три тысячи лет. Армения, так называется, дом, в котором я живу. И пока живо человечество, мои дочери и сыновья, внуки и правнуки будут жить на этой земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok